Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. 20 и 21 сентября в плавательном бассейне «Бустан» состоялся массовый заплыв студентов и сотрудников Казанского федерального. Более 2000 человек вошли в историю университета и подарили свою минуту году Лобачевского. Обо всех подробностях данного мероприятия в репортаж Деяны Камаловой. 20 и 21 сентября в канун Дня мира в спортивном комплексе «Бустан» прошел массовый заплыв под девизом «Войди в историю университета и подари свою минуту году Лобачевского». Молодцы ребята, что придумали, а мы администрацию поддержали. Самое главное, что эта идея понравилась и ректору нашего университета, и ректорату, и поэтому мы сегодня с ними. Мероприятия проходят в университете впервые, а участие приняли ровно 2017 человек. В их состав ваши студенты, аспиранты, сотрудники и преподаватели Казанского федерального. Участвуют все наши студенты, которые умеют плавать и изъявили желание проплыть и посвятить минуту плавания года Лобачевского. Мероприятие совпало с Днем всемирного студенческого спорта. Инициаторами идеи и организаторами заплыва явились Департамент по молодежной политике и Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта. Преодолеть 50 метров длины в свободном стиле решились как плавцы со стажем, так и новички. Каждому давалась одна минута, кто-то проплывал быстрее, а кто-то наоборот медленнее. Здесь нет победителей и нет призеров. На заплыве все равны, но главное, что все участники посетили мероприятие исключительно для души, здоровья и интереса. Мне интересно участвовать в студенческой жизни, быть активной. И я считаю, что это хорошо, потому что так я проявляю инициативу за здоровый образ жизни. Желающим предоставляли спасательные жилеты или круги. За каждым пловцом наблюдали спасатели. Они помогали участникам спускаться в воду и подниматься обратно. Привлечение интереса к водному виду спорта – основная задача заплыва. В дальнейшем мероприятие планирует стать традиционным и проводиться каждый год. Даяна Камалова, Диана Янтимирова, Неделя спорта. 23 сентября в спортивном комплексе «Уникс» состоялся фестиваль ГТО, где каждый желающий смог попробовать свои силы при сдаче нормативов. С какими трудностями столкнулись студенты и кто показал высокие результаты – смотри в следующем сюжете. 23 сентября в спортивном комплексе «Уникс» состоялся фестиваль ГТО среди учащихся 2-го и 3-го курсов разных институтов. Данное мероприятие проводится каждый год с целью выявления лучших студентов в различных видах нормативов. Предварительно был отбор тех ребят, которые могут показать высокие результаты. И вот сегодня они сдают нормы ГТО. По результатам сегодняшних соревнований мы отберем команду, которая будет участвовать в республиканском фестивале ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная основа физического воспитания населения, которая нацелена на оздоровление нации и популяризации массового спорта. Комплекс ГТО предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативных требований по трем уровням трудностей. Каждому уровню соответствует золотой, серебряный и бронзовый знак отличия ГТО. Мероприятие началось в церемонии награждения, на которое чествовали прошлогодних призеров и победителей. Почетные значки ГТО ребята получили из рук проектора КФУ по социально-воспитательной работе Арифа Межведилова и заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Владимира Двоеносова. Елена Краснопёрова, Никита Никматуллин. После награждения начались соревнования, в которых студенты старались показать максимум своих физических возможностей. Ребята соревновались в подтягиваниях, прыжках в длину, отжиманиях, гибкости и многом другом. Преподаватели физкультуры КФУ следили за правильностью выполнения упражнений и фиксировали результаты участников. Мероприятие получилось интересным и насыщенным. Каждый участник испытал массу положительных эмоций. Одна из основных задач фестиваля ГТО – привлечение внимания к спорту. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается прежде всего в элементарных физических нормативах. Организаторы надеются, что на будущий год участников мероприятий станет еще больше. Булат Соловатулин, Ильяс Хафизов, Артем Жеребятев. Неделя спорта. В этот же день в Парке Победы состояли соревнования по спортивному ориентированию бегом среди студентов высших учебных заведений Республики Татарстан. О том, какие команды заняли призовые места в каждой группе вузов, в репортаже Тимура Файзулина. Карта, компас и физическая подготовка. С этим ознаменовалось начало учебного года для студентов Казани, поскольку 23 сентября в городском Парке Победы прошло соревнование по спортивному ориентированию среди вузов Казани, где участникам предстояло пройти определенную дистанцию – в 3,6 км юношам, 2,7 – девушкам, и отметиться на всех точках, опираясь на выданную им карту местности. Победителями могли стать те, кто быстрее всех сориентируется по карте и с помощью чипа, который выдавали каждому участнику, отметиться на всех точках. Участие приняли студенты из таких вузов, как КФУ, ПГФСИ, ТИСБИ, КНИТУ, КГУ и так далее. Всего в мероприятии приняли участие 57 парней и 57 девушек. Забег начинался по два человека – один парень и одна девушка, каждые 30 секунд. Для некоторых участников дистанция преподнесла немало сюрпризов. Кто-то во время поиска точки забредал в кусты с колючками, а некоторым и вовсе пришлось проходить через небольшое болото. Спорт – дело жесткое, и в нем не обойтись без травм. Некоторые прибегали с ссадинами на ногах, а другие – с ушибами на руках от падения во время бега. Но это не остановило напористых студентов, ведь для них нет ничего невозможного. И все до единого преодолели дистанцию. Самым быстрым и ловким оказался Антон Скалкин, студент по ГАФСИД, который преодолел всю дистанцию за 14 минут и 2 секунды. А среди девушек самая быстрая оказалась студентка КГСУ – Алина Нуреева, пробежав дистанцию за 13 минут 47 секунд. Тимур Файзулин, Владислав Сергеев, «Неделя спорта». Мы продолжаем программу «Неделя спорта», и сегодня на студии спортивный организатор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Корреспондент программы «Неделя спорта» Денис Давыдов. Денис, здравствуй. Привет, Мария. Выходные начались долгожданно для многих первокурсников спорта Казанского федерального университета, и ты как корреспондент присутствовал там. Расскажи о своих впечатлениях о первом дне соревнований. Какой настрой у студентов? Настрой у студентов самый боевой, потому что для них это первое соревнование, для них все было в новинку, и они хотели показать себя как можно с лучшей стороны. И несмотря на то, что шахматы и теннис — это не совсем зрелищные соревнования, они пытались сделать эти соревнования настолько эффективными и настолько эффектными, чтобы также болельщики радовались и смотрели на эти соревнования с открытым ртом. В прошлом году наши студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций показали довольно неплохие результаты. Как ты считаешь, есть ли надежда на победу в этом году у наших первокурсников? Я считаю, что в этом году первокурсники намного сильнее предыдущих наших студентов, потому что у них есть огромный потенциал, они пришли из разных видов спорта, они занимаются и сейчас этим профессионально. Поэтому мы ставим на них большие надежды, и мы рассчитываем не только на спортотеатр первокурсников, но еще и дальнейшее их развитие вообще в студенческой сфере, в спортивной сфере, в института, и не только института, и все университеты, и даже города, и даже республики. Было бы здорово. Сейчас мы предлагаем вам, дорогие зрители, посмотреть репортаж Дениса с первых соревнований в рамках спартакиады Казанского федерального университета среди первого курса. Сильнейших выявляли в дисциплинах по шахматам и настольному теннису. Кто одержал победу, какие впечатления остались у студентов, смотри прямо сейчас. 24 сентября в КСК КФУ «Уникс» состоялись первые соревнования в рамках спартакиады первокурсников. На повестке дня были шахматы и настольный теннис. Не прошло и месяца, как первокурсники получили свои студенческие билеты, познакомились с одногруппниками, так сразу же нужно выходить на спортивную арену и защищать честь своего института. Участники соревнований выглядели уверенно, ведь выступать на турнирах для многих из них – это обычное дело. И настольный теннис, и шахматы являются индивидуальными видами спорта, а так и в Казанском федеральном университете учитывается лишь общий успех. Состав команды по регламенту должен быть таков – два мальчика и одна девочка. Таким образом, очки распределялись в зависимости от игры каждого члена команды. Сначала был групповой этап – четыре группы по четыре команды, а затем стадия плей-офф. После упорных шахматных баталий определились финалисты – Институт физики и Набережно-Челнинский филиал КФУ. Физики оказались сильнее и решительнее наших гостей из Челнов и завоевали золотые медали. Бронза у Института международных отношений и истории Востоковедения. В теннисе победу одержали те, от кого ее совсем не ждали. Институт экологии в финале обыграл все тот же Набережно-Челнинский филиал, а третье место досталось физикам. Таким образом, в общем зачете спорта-киады на данный момент первое место делит Институт физики и Набережно-Челнинский институт. Следующие соревнования запланированы на 1 октября, где первокурзники будут состязаться в многоборе ГТО. Денис Давыдов, Дарьяна Храбрецова, Неделя спорта. Денис, спасибо большое тебе за такой прекрасный сюжет. По итогам двух видов выиграли те институты, от которых ты ожидал победы или были какие-то сенсации? В теннисе действительно произошла сенсация, потому что от экологов никто не ожидал победы. Все думали, что победит Институт экономики, как это бывает часто, потому что они выступают не только на университетских, но и на городских и на республиканских соревнованиях. Но в шахматах сенсации не произошло, потому что физики, как и среди студентов, так и среди преподавателей, всегда занимали все эти места. И то, что они выиграли, это законно. Какие дисциплины мы сможем наблюдать в следующий раз? Следующее соревнование уже будет в это воскресенье, 1 октября. Это ГТО. В многоборе там будет представлено 5 дисциплин. Это бег 30 метров, прыщи в длину, упражнения на дибкость, отжимания и подтягивания для мальчиков. И стрельба, что будет очень сложно, потому что я не представляю, как мы будем готовиться, как наши спортсмены будут стрелять, потому что возможности подготовиться к этому виду спорта у нас нет. И многие из них даже в школе не стреляли. Поэтому это будет самый тяжелый вид спорта для всех и для каждого. А теперь давай взглянем на таблицу институтов большой и малой группы после двух соревнований. В большой группе первое место занимает набережный Челнинский институт КФУ. В их активе 34 очка. Второе место делит между собой Институт управления экономикой и финансов и Институт международных отношений и истории востоковедения. У них по 29 баллов. И третье место делит между собой юридический факультет и Институт фундаментальной медицины и биологии. У них по 27 баллов. Остальные результаты вы видите на своем экране. В малой группе первое место занимает Институт физики. У них в активе 34 балла. Второе место у Института экологии и природопользования. У них 21 очко. Замыкает тройку высшая школа ИТИС. В их активе 19 очков. Остальные результаты вы также видите у себя на экране. Но в какой из оставшихся дисциплин плавание, мини-футбол, веселые старты ГТО наш институт ты считаешь фаворитом? Это очень сложный вопрос, потому что мы не знаем наших соперников, не знаем, как выступают другие студенты. На бумаге у нас прекрасные спортсмены, как это будет на деле мы посмотрим. Но, наверное, больше всего я сделаю ставку на мини-футбол, как это бывает, потому что это одно из самых главных зрелищных соревнований нашего университета. И победа там будет для нас, наверное, самой ценной. Также я очень рассчитываю на плавание, потому что у нас есть спортсмены, которые занимались плаванием еще до поступления в наш университет. Поэтому 15 октября как раз в этот день будут проходить соревнования по плаванию и по футболу. Я надеюсь, у нас будет медальным. Денис, спасибо большое за такую приятную беседу и за то, что нашел время прийти к нам. Но я напоминаю, что сегодня у нас в студии был спортивный организатор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Корреспондент программы «Неделя спорта» Денис Давыдов. Денис, спасибо большое еще раз. До встречи на спортивных соревнованиях. Ну и на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания.